Добрый вечер! Сегодня свои простые вопросы я задам одному из самых богатых людей России, члену Совета Федерации Законодательного Собрания Амурской области Павлу Масловскому. Павел Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вас называют одним из инициаторов так называемого закона Димы Яковлева, согласно которому гражданам Америки запретят усыновлять российских детей. Это правда? Ну, это не совсем правда. Действительно, и большое количество членов Совета Федерации, и депутатов Государственной Думы выросли в согласии с тем, включая меня, выразили согласие с тем, что мы должны продумать какой-то определенный ряд мер в ответ на вот этот вот одиозный закон магнитского вмешательства в наши внутренние дела, которое недавно случилось. И я согласился с этим мнением, что мы должны над этим работать. После этого была внесена поправка, значит, вот дополнительная, которая вызвала столько вопросов. Я думаю, надо над ней думать. Вы с этой дополнительной поправкой согласны о запрещении усыновления российских детей в Америку? Я считаю, что это избыточно. Надо оберегать их интересы, в том числе и при помощи законодательства, в том числе даже если они находятся в Соединенных Штатах. Я знаю, что правительство подписывало соответствующее соглашение и с Францией, и с Соединенными Штатами о том, что предоставить возможность мониторинга и прочих других условий. А вот так вот просто взять и запретить, по-моему, это избыточно. Вы считаете, что нужно менять систему выборов сенаторов? Есть некий парадокс, когда губернатор, представитель исполнительной власти, назначает сенатора, представителя законодательной власти. Я не вижу здесь особого парадокса. Дело в том, что выборы в законодательную власть, и здесь важно, что это выборы, это значит уже определенное доверие избирателей, доверие жителей. И назначать человека из того состава, который это доверие получил, я думаю, это вполне логично, не так важно. Интересы-то одинаковые, что у законодательного собрания, что у губернатора. Но ветви власти разные. И как щука с карасем, одна власть должна смотреть за другой ветвь. Ветвые власти разные, но надо не забывать, что и этот закон предусматривает и много других моментов. То есть это гораздо затрудняется вопрос отзыва. То есть если губернатор назначил человека, то это совершенно не значит, что этот человек какая-то кукла, которую губернатор может под угрозой, скажем, съема или отстранения от должности, если внимательно почитать закон, то это не так. Поэтому этот человек может иметь свое самостоятельное мнение, дискуссировать. Павел Алексеевич, но есть некая ирония. Читаю в новостях, там Эдуард Янаков баллотируется от Путятинского сельского совета Мазановской глуши. Все прекрасно понимаем, где Эдуард Янаков и где село Путятино. Что между ними общего? Это ж на поверхности лежит. Все ж люди понимают. Для этого и было изменено законодательство. Законодательство с 1 января уже будет другое. Надо избраться именно в законодательное собрание, то есть контингент избирателей гораздо шире. Авторитетный журнал Forbes наценил ваше состояние в 450 миллионов долларов. Вы согласны с этой оценкой? Я думаю, что слухи о моем состоянии слишком преувеличены, как принято говорить. И говорил один из классиков. Но дело в том, что значит это состояние. Мое состояние абсолютно прозрачно. Я пришел в Амурскую область. Первый раз был здесь в 1979 году, а так уже работать начал с 2002 года. И, собственно, стоимость, которая оценивается в моем состоянии, это стоимость той доли в предприятии, которая теперь называется Петропавловской, как ее оценивает рынок. Скажите, а почему в России не любят богатых людей? Я думаю, вы не раз этот вопрос задавали себе, и вам, может, его задавали. Почему в России не любят богатых людей? Я не знаю. У нас очень часто принято говорить собственное мнение или мнение группы, обобщать до таких слов, что в России не любят. Я живу в России, российский гражданин, буду оставаться. Я не могу про себя сказать, что я не люблю богатых людей. Ну, таких, как вы, немного. Ну, давайте я вам вопрос задам. Вы любите богатых людей или не любите? Ну, как-то маленько настороженно к ним отношусь. Настороженно. Ну, не назовете это любовью. Нет, любовь нет, не те категории. Хорошо, почему в России... В этом помещении уже два человека, которые так не думают. Почему настороженно относятся к богатым людям? Хорошо. Ну, в России настороженно относятся не только к богатым людям, а вообще к людям. Потому что в России жизнь была нелегкая. А может быть потому, что, например, из того же Селимжинского района там десятки тонн золота взяли, а километра нормальной дороги так и нету в тех краях? Брошенный район вместе с людьми, по большому-то счету. Может, отсюда эта настороженность в обществе? Ну, дело-то не связано с дорогами. Понимаете? Может быть, я не исключаю, что люди могут так думать, но вот это вот мнение, что да, у нас вывозят золото, или вывозят железную руду, или вывозят что угодно, вывозят, что это якобы обедняет местный народ. Но это неправильно даже. Взять тот же пример Петропавловска. Если предприятие добывает золото, она платит налоги в казну. И эти налоги в том числе идут на благоустройство людей. Больше того, предприятие, которое я создавал, и в котором работал до недавних пор, мы именно занимаемся дорогами. И в том же Селемжинском районе, если вы проедете или кто-то проедет... Проезжал, копчиком посчитал все янки. Значит, вот когда вы ехали? Да, год назад. Вот год назад. Проезжаете сейчас, и вы увидите, что дорога от Селемжи, от поселка Селемжинский, хотя бы пока до Стойбы, где нас там ответвление на наш, совершенно другой вид приняло. И сейчас мы будем заниматься продолжением этой дороги на Златоуст. Поэтому здесь, понимаем, понятно, обида, но дорогами должно заниматься государство. Для этого предприятие платит налоги. Вы член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Мне интересно ваше мнение. Почему, например, в Преамурье сельское хозяйство называют зоной рискованного земледелия, зоной рискованного животноводства? Кучу диссертаций защитили на эту тему. А за речкой в соседнем Китае все растет и нас еще кормит. Ну, за речкой в Китае тоже зона рискованного земледелия. Но все растет. Нет, все растет и здесь растет. Дело-то в том, что и там бывают засухи, и там гибнет урожай. Да, действительно, площадь возделанных земель там выше, но согласен с вашим вопросом. И ответ на этот вопрос, он лежит далеко, он лежит где-то в условиях крепостного права, потом раскулачивания крестьянства и так далее. Это проблема в ментальности или разубоживание этой ментальности под какими-то идеологическими лозунгами или под действием традиций. Но вот успехи Амурской области сейчас, по сою, скажем, выражать, прошлого года, показывают, что все это преодолимо, и в том числе рискованное земледелие. Мы занимаем второе место в России по добыче золота, и 70-е место по качеству жизни, вот последний рейтинг. Как вы думаете, почему такая пропасть? Ну, во-первых, и во многом эта пропасть тоже определяется. На одном золоте, хоть оно и существенный вклад в бюджет вносит, но должно быть развитие и других отраслей. То есть в целом валовый продукт должен расти. Здесь есть и причины распределения тех налогов, которые сейчас идут централизованно. И вот сейчас был президиум госсовета, где Олег Николаевич Кожемякин возглавлял рабочую группу и готовил как раз предложение. Сейчас импульс большой получил. Именно и тот невысокий уровень жизни, и убыль миграционного населения, чтобы этим озаботились на государственном уровне и начали решать эти проблемы. Понятно. И последний вопрос человеческий. Чего Павел Масловский пожелает себе в наступающем году? В наступающем году я бы пожелал себе того же, что и всем жителям Амурской области и Дальнего Востока. Это здоровье, счастье. Как раньше говорили, но это правильно в личной жизни в первую очередь. И производственных успехов. Я рад был, если бы процветали предприятия и добывающие Амурской области, чтобы мы с 70-го места перешли сначала на 69-е, а потом и выше, и выше. На 17-е. Весь потенциал есть у нас для этого. Понятно. Это были простые вопросы для члена Совета Федерации Павла Масловского. Мы говорили о золоте, дорогах и перспективах. Всем добра и здоровья. Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова